Стали известны причины проблемы жильцов дома по Ленина-62 в столице. На днях компания-застройщик провела там проверку и озвучила свою версию. Напомню, с наступлением холодов в этой многоквартирной новостройке температура в квартирах опустилась ниже ноля. Жильцы продолжают цебить тревогу. Новые подробности по нашумевшей ситуации собрала Саргалана Захарова. 16-этажный дом в самом конце проспекта Ленина должен был стать украшением заложенной части столицы. Однако проблемы начались уже в первый год эксплуатации дома. Многодетная мама Надежда вспоминает, как выбирали с мужем квартиру, исходя из удобного месторасположения и необычной планировки. Но сегодня радость новоселов сменили бесконечные разбирательства с застройщиком и борьба со сквозняками в помещении. Стены по-прежнему замораживаются за игрушками. Окна продувают, из розеток очень сильно сифонят. Что они предприняли? Они привели сюда мастера, который герметиком загерметизировал розетки. Но они продолжают также сифонить. То есть стены очень холодные, внешние все абсолютно. Чтобы хоть как-то согреться, приходится использовать электрические обогреватели. Это серьезно ударяет по кошельку жильцов. А еще и немалые суммы нужно оплачивать за ипотеку. Застройщик домостроительный комбинат утверждает, что все беды из-за неотапливаемого помещения прямо под квартирой. Как оказалось, собственник отключил его от отопления, чтобы не платить за подачу тепла в помещение, которое он не планирует в этом году использовать. У нас тепло идет снизу вверх всегда. Почему у нас радиаторы стоят внизу? То есть воздух заходит, поднимается и идет наверх. Если полы холодные, мы хоть что будем делать? То есть в квартире будет холодно. Надо запускать тепло. Это 100%. Позиция собственника помещения такова. Подключить отопление категорически не отказываюсь, но пусть платят в таком случае другие. Было предложено энергопоставщиком отключить нас от отопления в связи с тем, что ничего делаться в этом помещении не будет. Соответственно, нести дополнительные траты нецелесообразно. Я свое помещение не собираюсь отопливать. Мне там не тепло, мне там не холодно. Отапливать полы выше квартир, ну тогда пусть ДСК берет, распроектировала неправильно. Разбираясь в причинах холодных полов, ненадолго забыли о неутепленных стенах. В разговоре с нами Надежда вспомнила, как летом строители утепляли стены квартиры выше. Просьбы заодно сделать и их сторону не были услышаны. Многодетная мама признается, что уже устала искать правду, но несмотря на это будет продолжать добиваться справедливости. Саргалана Захарова, Петр Матвеев, НВК «Заха», Якутск.